Комитет образования и общеобразовательные организации создают дополнительные первые классы из-за высокой потребности в учебных местах в школах Центрального района. На сегодняшний день дополнительные классы открыты в школах 4, 9, 32, 4 дополнительных классы открыты в школе 27, 22, 19 школы открыли дополнительные первые классы. Таким образом мы стараемся удовлетворить все потребности населения Центрального района в образовательных услугах на начальном уровне общего образования. По словам Елены Тамаровской, причины открытия дополнительных классов не только в активной застройке города и демографической тенденции, но и в создании жителями города искусственного ажиотажа вокруг некоторых школ. Мы знаем о том, что жители, например, Засобки, Смоленки, поселка Атамановка, КСК делают временную регистрацию для того, чтобы попасть, например, в 21-ю гимназию или 40-ю школу или 27-ю школу. Но я бы хотела сказать, этого делать совершенно не надо, потому что мы отвечаем за то, что у нас все школы предоставляют качественную образовательную услугу. И здесь я бы хотела, пользуясь случаем, обратиться к родителям и призвать их к тому, чтобы все-таки определять своих детей по микрорайону проживания. Ведь это дает возможность не только посещать школу удобно, безопасно, но и иметь время для посещения учреждений дополнительного образования, общения со сверстниками, чтения книг. В этом году Комитет образования приготовил 4 335 учебных мест для первоклассников. Елена Тамаровская уверяет, что каждый ребенок будет принят в школу. Проблема нехватки учителей решается в оперативном порядке руководителями образовательных организаций. Есть у нас проблема и потребность в учителях, в учителях математики, в учителях начальных классов. Если меня сейчас кто-то слышит, я из учителей, конечно, мы будем рады, если придут в Комитет образования и заявят о том, что хотят работать в городских школах, но тем не менее мы эту проблему решаем. Учителя начальных классов у нас прибывают из районов края, есть очень хорошие учителя, мы рады, что они к нам поступают. Бывают разные обстоятельства, но тем не менее проблемы решаются. Евгения Головерда, Андрей Шаронов. Время новостей.